Ух, чуваки, короче, долго я искал хорошего флангового атакующего футболиста и, по-моему, я его нашел. Это Хьюго Ново, разрешите вам его представить. Новичок команды Болтон, десятка. А десятый номер-то очень большая ответственность, между прочим. В общем, подписал его прям, ну, прям на финише. В последние секунды трансферного окна я потом прям на руках его принес из Лейпцига. Показал всей команде, поднял его как симбу. Все просто охерели, говорят, кто это. Я говорю, сам не знаю, впервые его вижу, но скиллы его меня, честно говоря, сразу прям очаровали. И, блин, он хорош. И по игре он хорош, 9 голевых действий. И вся команда хороша на секундочку. Смотрите, как мы идем. Занимаем сейчас, так, второе место в Чимпе. И многие на стриме вчера спрашивали, Антон, а где тот норвежец? Где он? Он выбрал Лутон. Где Лутон? Помогите Тоше найти Лутон. Давайте-ка вместе это сделаем. Такая игра для самых маленьких. Давайте вместе, ребята. Где же Лутон? Нет его. Где? Может быть, он здесь? Нет его. Может быть, он здесь? Здесь нет его. Может быть, он здесь? Crystal Palace. Как? Кто их тренирует, что они занимают 22 место с их деньгами? Серьезно. Там, я не знаю, там бота поставь на место тренера. Выше будешь. Где Лутон? Погодите-то. Серьезно. 23 место. 20 без комментариев. Ладно, один комментарий оставлю. Через год Болтон, надеюсь, очень надеюсь, будет в АПЛ. Там будет слава, богатство, изумруды, сапфиры, дорогие дома. Все, короче, будет просто люкс. А в этот момент Лутон будет вместе с тем норвежцем ковырять газоны, огороды третьего дива. Ну, как говорится, каждый выбирает свою судьбу сам. Ну, а сегодня, друзья, предлагаю вам сыграть три матча. Это Норвич. Третье место на секундочку. Матч важный. Это Блэкборн. Ну, это не так важно. И Лидс, который идет на первом месте. У них еще даже матч в запасе. В общем, игры сегодня будут серьезные. Давайте сыграем. Так, первая игра с Норвичем. Команда уже горячи. Горячи. Разогревается. Да, все, вот теперь точно горячи. И состав Бюрки. Ну, что ж, начало серьезное. Потом ноунеймы, ноунеймы, ноунеймы. Жоау, Марио, Патрик, Робертс, Максим Майер, Тиму, Пуки. Это будет непросто. И очень обидно, что сломался еще Макс Пауэр. Там на пару-тройку недель. И, как обычно, в Англии самое плотное расписание под Новый год. Странные люди, да? Вместо того, чтобы чилить, побольше работать. Короче, и это жестко, потому что Макс Пауэр только набрал форму, все дела. Ну, видимо, его очень впечатлила новая зарплата в 10 тысяч баксов. Алчный. Я тоже алчный. И тоже люблю денежки. Кстати, сегодня стрим будет сегодня. К чему это? Да и так просто. Короче, Пауэр сломался, пацаны. Это реально проблема в центре поля. Но, но, но. Это не мешает Ромео Лави великолепнейшим пасом найти Сариджа. Да, Саридж стал забивать поменьше. Как я и говорил. Это где-то 23-й матч в сезоне. И всего лишь 13-й гол. То есть забивает в среднем 0-6 за матч. В том году у него было гол за матч. Ну, может быть, пост с Нового года прибавит. Хотел бы, чтобы в этом матче или в следующем показал свою силу наш новичок. Нового. Чтобы вы сказали, Антон, да блин. Ты реально трансферный мастер. Ой-ой-ой-ой. Ой, Хуан Педро. Хуан Педро просто, ну. Если бы не он, я не знаю. То мы бы все. Все, как, все. Нахер Хуана Педро. Нахер всех вообще. Ну, такой простой гол с углового пропускать. Это просто стыдоба. Николас Фернандес. Что-то знакомое. С другой стороны, в футболе столько Фернандесов, что можно, мне кажется, собрать целый состав из них. Я не знаю, кто это такой. Но два матча за сборную Аргентины. На секундочку. У него есть карьера. У него что за карьера? Да хера. Вы знаете, никому это не интересно. СУ-К-1-1. Так, а вот и нового. Вот его прекрасный пас на 5 метров. Лавиа. Обостряющий пас поперек. Хинц. Саридж. Китчин. Неплохо на Хинц. И тут в штангу. Блин, Дэвис так спокойно отобрал. Как будто занимался этим всю жизнь. Но пас, конечно, да. Лучше пасами занимался бы всю жизнь. А тема Пуки. Фернандес. Двоих обошел. И довольно опасно пробил. Если мы в этом году не выйдем в АПЛ, я предлагаю команду переименовать в Больтон. Потому что еще один сезон на 46 туров. Ну, ребята. Ой-ой-ой. Вот. Для этого, чтобы выйти напрямую, ребята, нужно Норвич-то прижать. Поэтому Джай Кристи. Что это такое? Красную, что ли, сейчас даст? Ну, вот оно. Шанс, ребята, в атаку. Остается 5 минут. Ну. Кот, моментик. Большое спасибо, мужики. О-о-о-о, дружочки, друзья, чуваки, товарищи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ошный. Ой-ой-ой-ский. Мы теряем двух наших, ну, по сути, лучших атакующих игроков. Причем теряем их на месяц. Ну, все. Это Больтон. По-другому никак. Ну, что, друзья. Как говорится, ЕГЭ часть С усложненная. Как играть без Сариджа и Нова? Ну, допустим, я поставлю на... Нет, я, наверное, Жибеля на ФРВ засуну. Ну, потому что Хинс лучше в оттяжке. А на фланг. На фланг. Как это на фланг-то? Эм... 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 Как бы... У меня нет футболистов на фланг. Так, если я сделаю вот так. И сделаю вот так. То вот нормально. Окей, сойдет. Но что-то не подсказывает, что мы сейчас очки-то потеряем. Как обычно, я представляю состав соперника. Не знаю, зачем я это постоянно делаю. Но вот такой вот. Вдруг кто-нибудь из вас скажет. О, боже мой. Ведь я однажды тренировал ФК за лупы. И подписывал, например, Бена Брибертена. Ух, как круто, Антон. Спасибо за приятные воспоминания. Есть такие? Нет? Для вас стараюсь. Я так думаю, что без Сариджа ближайшие пару месяцев мы без голов. Главное теперь просто, ну, проигрывать поменьше, наверное. Жебель. На Сантьягу. Неплохо начинаем. Китчен. Пяточка Сантьягу. Крок. КАК? 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 Это лучшая комбинация, что я видел за последние лет 12 в FM. А я играю 11. Сука. Миллиметровый пассивный офсайд. КАК? 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 Момент у Блэкборна. Подача углового. Нормально. В прошлом матче мы пропустили с углового позорный гол. Но вот Лавиа. У него есть скорость. Должен убежать техничный игрок. Обостряющий пас. Назад Хинц. По флангу. Он свободен. Никто его не прессингует. Дрейер. Неплохо. Тут ошибка в подкате была от игрока Блэкборна. Ну, пора уже в штрафную мяч. Что-то решать нужно. Лавиа. Мы теряем мяч. Но продолжается атака. Лавиа. Сантьяго. Как-то долго. Как-то мучительно. Как-то тяжело комментировать. Ну, пора. Джибель. Сука. Это же почти один в один момент из прошлого матча. Только там был Сарич. И он забил. Здесь Джибель. И он промазал. Вот. Вот. Вот она. Сука. Травма ключевого футболиста. И, грубо говоря, месяц из игры вылетает. И у нас, и у него, и вообще сейчас вселенная от грусти. Схлопнется. Хинц. Лбом почти получился голевый пас у нашего игрока. Но мяч вновь у нас. Какой-то получается пинг-понг. А не футбол наблюдаемый. Хинц. Я пытаюсь вспомнить, знаю ли я какие-нибудь песни про Ямайку, кроме Ямайка 05 Аргентина. Но это будет обидно нашему ямайскому футболисту. Не знаю. Короче, Ямайка наша народная. Лучшая в мире страна. Кичин поборолся. Сантьяго. Сантьяго накидывает на пятачок. Блин. По-хорошему. Если был бы Сарич. И если бы нам больше везло. Сейчас бы счет был бы 3-0. И матч был бы закончен. Но вот. У нас центр поля отличный. Сейчас еще Макс Пауэр вернется. И просто Барселона. Вот это вот ваши тики-таки гвардиоловские. Это полная чушь. Вот. Вот настоящий культура паса. Кичин на дриблинге двоих прошел. Просто, просто Марадонна. Ну, пора. Это далеко не Марадонна, извини. Это максимум Алан Гатагов. Ну, как бы я... Ну, о чем я говорил. Да, травм просто до жопы. Причем травмы жесткие. И травмы, ну, хотел сказать, ключевых футболистов. Но, учитывая, что у нас футболистов и так мало. У нас все футболисты ключевые. Я не знаю, что делать. Ну, наверное... Ну, это не его позиция. Но перестраиваться на игру через центр. Можно, конечно, так попытаться. Ну, давайте через центр сыграем. В принципе, центр довольно перспективно и мощно смотрится. Давайте посмотрим, что из этого получится. Короче, мы все потеряли. И атака Блэкборна довольно опасная. Брэдли Даг перекидывает. И перекидывает очень хорошо. 1-1. Мы теряем очки. Очередная атака Болтона. Просто взородыш. Вы можете наблюдать, как она начинается. От вратаря, от Хуана Педро. И уже вот мяч пересек центр поля. Это Дэвис. У него есть все для этого. Пас. Скорость. Но он дал пас. Кичин. Назад. Такая затяжная атака. И мы теряем. Сейчас, наверное, получим еще один гол. Да? Дикс. Иван Санчес. Хури Хейн. На Брэдли Дака. Фланг вообще голый. Хорошо, что у этого лоу. Удары отвратительные. Дрейер. Джай Кристи. Походу, у Крула дефицит внимания. Потому что я совсем про него забыл. Он уже, наверное, год не играет. И он решил сам себе травму нанести. Надрыв спины, наверное, дома диваны таскал. Но вот тут, в принципе, мне все равно то, что он получил травму. Это его дело. А вот за Сариджа, Хинца иного обидно. Если кому интересно, Хинц улетел, ну, тоже где-то на месяц. Матч с Лидсом. Который, ну, просто наголо усильнее всех в этом чемпионате. В этом дивизионе. И мы, команда, просто еле-еле. Мы как полусгнивший зомби ползем вот так вот по этому турниру. По этому сезону. Потому что у нас постоянные травмы. Постоянные какие-то дисквалификации и прочее говно. В общем, тактика елочка. Скоро Новый год. Новый год, время чудес. Может быть, сейчас случится чудо. И мы вот по такой тактике хотя бы не проиграем лицу. Ну, каких-то прямо... Ну, в принципе, да. Я хотел сказать, что каких-то прямо супер пугающих имен нет в лице. Их правда нет. Но Джимми Дан. Я пытался его летом подобрать на фри. Он валялся на фри. Ну, он затребовал... На секундочку. 25 тысяч баксов. 25 тысяч. Это четверть нашего бюджета всего. Один Джимми Дан. Не самый прям прекрасный центральный защитник. Ты далеко не Мариуш Ёб. Ради интереса, сколько ему положили зарплату в лице. 15. Ну, понятно. Ясненько. Подсос Бьелсы. 20 матчей мы держимся. Держимся. Непонятно как. Непонятно за что. Но держимся. Атака. Лица. Еще одна атака. Теряет они мяч. Но у нас впереди... Ну, никто не цепляется. Рамос Минго на Томаса. Возможно, это классные футболисты. Реньер. Ой-ой-ой. 1-0. Джейми Шекелтон. Ну, здесь, в принципе, все понятно. Ладно. Хватит ссать. Пора играть. Ну. Что, ребята? Постараемся. Лейерт хорошо прошел. Убрав одного на замахе. И пенальти. Макс Пауэр. Давай, отметь свое возвращение в основу. Красивым голом с пенальти. Ну, как ты умеешь. Что, без разбега? Как Симаус Аброза? Нет. Разбег берет. Ииии. Красиво. Даже первое место занимаем, так сказать, промежуточное. Там, правда, у Лица, по-моему, три матча в запасе. Да. Так что, ну, очевидно, что первое место это будет их место. Ну, угловые наша беда. Я не знаю. У нас, в принципе, два высоких ЦЗшника, но толку никакого. Вы знаете, самое противное чувство, когда ты хочешь чихнуть, начинаешь об этом думать. И ты уже не хочешь почему-то чихнуть. А уже был настроен на это. Что может быть хуже этого чувства? Только чувство потери Сариджа. Сколько, наверное, матч? Наверное, 6. Нужно будет сыграть без Сариджа. Сариджа. И все эти матчи мы будем просто сосать. Просто с лоппи. 3-1. Ну, хоть гол и не засчитан, я думаю, что в этом матче все понятно. Потому что, в принципе, мне игру некем усиливать. Только молитвами, наверное. Что-то жареной рыбы захотелось. Не знаю, к чему. Это прям хочется окунька поймать. Свеженького. И прям зажарить его. Да, хочется этого, а не вот это вот. Все. Как нас укатывает паровоз под названием Лидс. Даллас. Прострел не получился. Сантьяго. Китчен. Нет, у нас ничего не получается. Джай Кристи хорошо. Мяч сейчас подцепил. Не бей. Пас. Пас. Этот ужасный удар стоил этого? Думаю, нет. Он там, наверное, на отрицательное XG потянул. Но, тем не менее, в принципе, мы занимаем довольно комфортное место в плей-офф. Отрыв 10 очков. И до прямого промоушена всего очко. Конечно, мы много потеряем, скорее всего, сейчас поинтов. Но, в общем, друзья, еще 23 тура. Ровно половину мы сыграли. Сегодня будет стрим. Я попытаюсь на нем отыграть почти все оставшиеся матчи. Там уже будет видно плей-офф, прямой выход или позор. В общем, это вы увидите в следующей серии. Или сегодня на стриме. Выбирайте сами. До скорых встреч. Продолжение следует...